Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Здравствуйте, добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете и, конечно, смотрите телерадиоканал Страна ФМ. В эфирной студии Роман Шахов и Александра Хайрулина. Мы вас искренне приветствуем и невероятно счастливы тому, что сегодняшний концертный зал имени Елены Максимовой. Имени меня! Ура! Вот это крутое начало. Всем привет! Привет! Спасибо огромное. Мы тебя очень рады видеть. Повторюсь еще не раз, наверное, за сегодняшний эфир. И, конечно, Лен, ну позволь, мы начнем с таких очень важных событий, случившихся в твоей жизни и в жизни страны. Ну, а что касается страны... А твоя жизнь неразрывна с жизнью страны. Так у нас идет. Я даже не знаю, что важнее, что важнее. А давай спросим. Ну, мы говорим о замужестве, о свадьбе, о прекрасном событии и об открытии Крымского моста, конечно, на котором ты также побывала. Это мост, который объединяет сердца. Он соединяет две дороги в одну. Вот мне только что пришла мысль в голову. А если серьезно, я, конечно, безумно благодарна вам за приглашение. Я тоже рада вас очень видеть всегда в этой студии. И с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Да, теперь я жена. И я счастлива. Это видно по тебе. Пусть продлится этот совет на любви. Спасибо. Многие-многие-многие годы. Ну, теперь давай к другому событию, к Крымскому мосту. Крытию моста. Конечно. Ну, конечно же, как я истинный автомобилист, во-первых, родившийся в Крыму, во-вторых, ездящий на автомобиле. Ты ездила на КамАЗе, скажи, там испытывала или на каком-то другом автомобиле? Мы там пели с командой «Голоса», первого канала. Мы приехали в Керчь и выступали для жителей прекрасного города Керчь. Мы мост могли видеть только очень издали. С другой стороны, моста в Тамане выступала вторая команда. Ну, и на самом Крымском мосту тоже был концерт. В общем, мы разделились. У нас был такой десант. Для меня, конечно, это событие очень важно, потому что я сама крымчанка. И каждое лето я использовала разные способы добраться до родного Крыма. Вот в прошлом лето я как раз села на автомобиль и попробовала, что такое паром, когда ты вот сам едешь, сам стоишь. Ты электронный билет покупала? Все делала. Электронный билет, кстати, отличная штука, потому что в предыдущий раз я его не купила, и это было очень весело. Но как бы сейчас все будет по-другому, и мне безумно интересно, как это будет по-другому. Хотелось бы испробовать уже этот мост. В Севастополь, да, ты отправляешься периодически? А кто у тебя сейчас там остался? Кто у тебя там проживает? Кого ты навещаешь? Ну, мои дорогие родственники, моя сестра, которую тоже зовут Саша, мои дорогие племянники, мама, которая очень любит Крым, она периодически живет в Москве, иногда ее не вытащить буквально из Севастополя. Сейчас как раз такой период, несколько лет, она принципиально не выезжает из Севастополя. Да, октября уж точно не выйдет. В 2014-го года она вообще не хочет покидать Севастополь. На данный момент там еще находится моя дочь, она заканчивает 10-й класс, вернее, уже закончила, а в 11-м, наверное, пойдет в Москву. Скажи, пожалуйста, Диана-то, она определилась вообще, чем заняться ей? А то ведь у нее был такой период, когда она думала, что куда. Этот период еще, наверное, продолжается. Недавно просто услышала от знакомой, что есть какая-то профессия. Господи, как же это сформулировать? Типа манипулирование обществом, какие-то технологии, манипуляции. Диктатор. Я впервые услышала вообще о существовании такого факультета в каком-то университете. У меня просто глаза были по ложке, еще больше, чем сейчас. Наполеоновский факультет. Я подумала, это вот для нее. Наконец-то мы нашли, куда мы пойдем, будем манипулировать. Потому что нашей семьей получается манипулировать очень хорошо, и мне кажется, она прям вот может, может. Ну, у тебя красавица-дочка, у тебя, конечно, есть собственный Инстаграм, ты сама делаешь ссылку на нее. Так что, в общем, всем, кому интересно, кто хочет полюбоваться, могут зайти. Ну, скажи, Диана, гордится тобой? Надеюсь. Я очень надеюсь, что она действительно в глубине души гордится, не обижается, что у меня не так много с ней, как хотелось бы нам обеим. Но я думаю, конечно, гордится. Сто процентов она, как моя мама говорит, готова разорвать любого, кто как-то не так посмотрит. Она может сама там где-то критику навести, но никогда не позволит кому-то отозваться нехорошо. С другой стороны, когда твоя мама востребованная артистка, причем дело касается главных сцен, я не знаю, каких-то огромнейших стадионов, и обязательно там и с симфоническими оркестрами и так далее, здесь, конечно, нельзя не отнестись к этому. Сашенька, ты понимаешь, как мало того, что востребованная популярная артистка, у нее прекрасный голос. Да понятно, поэтому здесь все взаимосвязано. Ром, давай уже попросим Лену исполнить что-нибудь. Леночка, с чего начнем мы нашу музыкальную часть? Спасибо, дорогие, за такие, конечно, комплименты. Очень тяжело работать и петь после того, как тебя уже нахвалят десятки тысяч раз. И поэтому тут уж да, тут уж попробуй, подведи. Я спою небольшой блок песен, в которых есть песни моего замечательного любимого автора Алексея Малахова, и есть песни, которые я частично поучаствовала как композитор в них, и, конечно же, есть песни, которые для меня написала Леонид Агутин. Но начну я с песни «Будь со мной», она, наверное, первая такая ласточка в моей сольной программе, которая начала потихонечку складываться после участия в проекте «Голоса». Потому что это всегда тяжело потом найти себя и уйти из таких всемирно известных песен какие-то свои. У тебя получается. Смотрим, слушаем. Спасибо. Не забывайте танцевать. За руку возьму твоя ладонь, Ночью согревает меня нежно, Жизнь отдам я за твою любовь. Так хочу, чтоб это было вечно. Небеса, молю, Я тебя люблю. Будь со мной лишь рядом, Ничего не надо, Небес твоей любви. От рассвета до заката Будь со мной лишь рядом, Нашу любовь храни. Ты мой нежный талисман любви, Главная задача моей жизни. Все печали бросим позади, А тебе лишь только мои мысли. Будь со мной лишь рядом, Будь со мной лишь рядом, Ничего не надо, Небес твоей любви. Будь со мной лишь рядом, Ничего не надо, Небес твоей любви. От рассвета до заката, Будь со мной лишь рядом, Будь со мной лишь рядом, Нашу любовь храни. А вы уже умеете хлопать не в сильную долю, А в слабую. Рома, ты сейчас хлопаешь в сильную, А Саша в слабую. Хлопаем в слабую. Будь со мной лишь рядом, Будь со мной лишь рядом, Ничего не надо, Небес твоей любви. От рассвета до заката, Будь со мной лишь рядом, Ты будь со мной лишь рядом, Ничего не надо, Небес твоей любви. От рассвета до заката, Будь со мной лишь рядом, Ничего не надо, Небес твоей любви. Небес твоей любви. Ну наконец-то, этот голос звучит живьем в студии телерадиоканала страна FM, Елена Максимова прямой эфир, программа концертный зал. И поэтому закат сегодня задержится, друзья. Сегодня день в маленький, Еленочка, спасибо. Спасибо вам, мы так круто танцевали вообще, это здорово. Вот вас только двое, такое впечатление, что целый концертный зал, Действительно, вы создаете такую атмосферу. Ну, реально, ну просто вот энергетически здорово так совершенно. Ты знаешь, нас приглашают, да, когда олимпийские не могут собрать, если нас двоих посадите, в общем, мы умеем создавать. Мы открываем тебе профессиональные секреты. Квартирничек на странице. Откройте нам, пожалуйста, секрет. На 2018 год у тебя было в планах пластиночка, альбомчик. Вы знаете, как все творческие люди, мы в постоянном поиске стилей, направлений. И, кстати говоря, изменение в моем статусе, в личном, оно тоже сформировало некий такой энергетический поток, который меня сейчас посылает в поиск еще каких-то интересных новых форм. То есть, альбом будет двойным? Нет, просто я думаю, что мы пока займемся, скажем так, накоплением разного-разного совершенно материала, будем его выдавать, и все-таки хочется уже стилизовать пластинку под что-то совсем-совсем однородное, потому что все песни, которые вы сегодня услышите, они все абсолютно разные. Собрать их в пластинку очень сложно. И я как бы собиралась это сделать, но все же что-то поменялось, и я решила опять поискать немного. Но ведь наверняка у тебя все равно есть чутье, и может быть, ну хотя бы из огромного обилия, хотя бы два направления, между которыми ты выбираешь. Или на сегодняшний день нет, я все могу, я везде хороша. Не то чтобы везде хороша, просто я участвовала в шоу «Точь в точь». Там на протяжении двух сезонов примерно 30 человек артистов я сделала. И представляете, каждый раз я просто завидовала сама себе, что я могу в разных стилях быть и чувствовать себя хорошо. Вот в этом, между прочим, вообще большая беда. Когда действительно все нравится, не то чтобы я говорю, что я хороша во всем, просто нравится все. Вот сегодня я хочу быть поп-исполнительницей, завтра я хочу быть рок, послезавтра еще в какой-то истории. И, конечно, тут очень сложно. Это вот просто я сама такая, поэтому мне сложно определить. Ленечка, возвращаясь к этим образом, какой был самый сложный, какой самый легкий из них для тебя? Самый сложный был Майкл Джексон, конечно же. И самый удачный, на мой взгляд, самый энергетический, фантастический вообще номер. Вот, кстати, в этой студии присутствует сейчас мой директор Нона, которой я передаю огромный привет. Она снимает меня сейчас. Ноночка, да, привет. Ноночка – это человек, с которым мы познакомились благодаря Майклу Джексону. Потому что, когда я начала искать человека, кто бы мне помог с танцами, я была, в общем-то, не особо танцующая, но мне, представляете, надо было быть особо танцующей. Через каких-то там два, ну ладно, окей, не два-три дня, но у нас было где-то дней пять, мы подготовили номер, и нужно было быть уже Майклом Джексоном и танцевать достаточно сложные все эти истории, петь живьем. Спала ли ты эти пять дней, или ты… Не, не, не спала вообще, не спала. Если бы спала, то мне снились, конечно, какие-то вообще ужасы, кошмары, и я была в волнении, в предвкушении. В общем, я позвонила, как говорится, по объявлению нашла своего директора и своего друга. Вот, своего хорошего друга, директора, теперь вообще правую руку помощника, и хореографа своего, постановщика, и оператора, и режиссера, в общем, все во всем. Я нашла по объявлению, потому что помог Майкл. Подожди, ну она тебя лично учила хореография? Хореография. Да, да, мы собирались с ней в танцевальном классе и занимались там по три, по четыре часа, иногда и побольше, потому что времени было мало, приходилось как-то, что-то, как-то вот чем-то жертвовать, не спать, не есть. Это показатель, это показатель. Насколько тебе на сегодняшний день интересно участие в различных проектах? Очень интересно. То есть, даже если еще раз это касалось бы пародийной истории, ты бы тоже отправилась в удовольствие. История любой проекта, потому что я с восторгом отношусь к любой работающей большой машине. Так как я была когда-то участницей мюзикла Вивилроки, там я на минуточку играла главную роль, и я просто видела, как эта вся машина крутится, как там сто человек везде вообще делают большое-большое дело. Поэтому участие в проекте для меня это такой восторг, это захватывает дыхание, духа именно от того, как люди делают круто вместе большое дело. Поэтому быть частью крутой вообще большой машины я люблю, поэтому я хочу свое шоу. Когда оно у тебя будет? Ну, это обязательно. Когда оно у тебя будет, скажи? Как только будет хит, как будет большой-большой-большой-большой хит, тогда и будет шоу. Потому что мы все с вами знаем, что в начале песня потом артист. Столько мероприятий и телепроектов, такие большие площадки в твоей творческой жизни. На сегодняшний день что-то может тебя заставить поволноваться? Вэмбли. Сложно сказать. Да вообще не знаю. Ну, наверное, нет, если честно, волнуюсь всегда и перед всем, даже перед общением с близкими людьми в какой-то ситуации, когда нужно собрать волю в кулак, задуматься и как-то сконцентрироваться. Потому что я очень рассеянная, у меня постоянно меняется мнение 24 раза в секунду. И когда нужна концентрация, это касается любого выступления, любого общения, то, естественно, волноваться меня заставляет именно какой-то вот необходимость концентрации, скажем так. Поэтому все ситуации, которые с этим связаны, заставляют меня волноваться. Ну, степень волнения, она же разная все равно. Ой, больше всего, наверное, волновалась на приеме у президента. Вот тут я думала, я помру, честно. Ага, почему? И я видела, что волновались все. Ну, почему? Ну, потому что это очень почетно и очень ответственно, конечно. И надо быть вот просто лучше, вот показать все, что ты можешь. И чтобы волнение в этот момент тебе не помешало быть яркой, искренней. Ты выступала, да, перед президентом? Пела? Да. А поговорить удалось? Или только ты поймала на себе его восторженный взгляд? Нет, нет, на самом деле это просто концерт. Нет, нет, но периодически же устраиваются президентские приемы по разным праздникам нашим национальным, каким-то большим. И День Победы, и Новогодние. Поэтому, наверное, это самое такое волнительное, такое приятное волнение, когда ты понимаешь, ну вот, вот оно, вот это забытое чувство, когда ты боишься и переживаешь, и хочешь, и прям вот весь взлетаешь аж. Сейчас мы будем взлетать, потому что у нас продолжение музыкальной части концертного зала. Лен, следующий номер. Это песня «Крылья Ангела», я ее написала с авторствием замечательной поэтессы Леоны Виналович на «Новую волну», когда Евгений Орлов, продюсер музыкальной «Новой волны», ему тоже передаю большой привет, его жене Верочке, когда он мне предложил написать что-то самой. Лен, какой год это было, не помнишь? 2008-й, да. Вот эта песня 10 лет. Юбилей у песни! Да, это юбилейный год у этой песни «Крылья Ангела», и Верочка ее, кстати, очень любит, я посвящаю эту песню именно ей, потому что она под нее всегда плакала, и это очень приятно и радостно, пускай она никогда не плачет. Верочка, доставайте платок сейчас эту песню. Юбилейные слезы сейчас тоже. Ты капля света, образ в темноте, ты капля света, образ в темноте. Светка, доставайте платок сейчас эту песню. Юбилейные слезы сейчас эту песню. Примерила, если б могла, если б могла. Ты рядом где-то, но не видя мне. Ты воин неба на чужой войне. Я же видела крылья ангела, ночь тебя звала, сердце ранила. Я б за тобой пошла, если б могла. Я бы плакала, я бы верила. И крылья ангела я примерила, если б могла, если б могла. Я же видела крылья ангела, ночь тебя звала, сердце ранила. Я б за тобой пошла, если б могла. Я бы плакала, я бы верила. И крылья ангела я примерила, если б могла. Если б могла, если б могла. Если б могла, всё отдала. Если б могла Если б могла Расскажи, пожалуйста, у тебя также как-то были планы на этот год сделать несколько разноплановых концертов? Да, именно так. И, кстати говоря, мы уже начали двигаться в этом направлении. Очень хочется посвятить целую программу моей любимой французской певице Далиде. В голосе я исполнила Эжесвима Лады Далиде, которую очень часто путают с Ларой Фабиан. То есть она тоже спела, конечно же, эту песню, но она была далеко не первой. Первой все-таки ее спела Далиде, и сделала это совершенно блистательно, и вдохновила меня на дальнейшие какие-то исследования в области ее творчества и ее жизни. И захотелось посвятить ей целую программу. Вообще было дело, я записала тройной диск Далиде. И, в общем-то, покопалась в ее многограйнейшем совершенно творчестве очень-очень сильно и глубоко. Поэтому хочется уже сделать концерт большой с хорошим оркестром. Мы уже выбрали оркестр. Пока я не хочу называть имен и места, потому что мы уже начали работать в этом направлении, но пока еще, скажем, афишной информации нет. Да, и вот мы уже съездили в Париж, опять же, с Ноной. Мы сняли очень много материала, который войдет в эту концертную программу в качестве видеоряда. У нас были там свои замечательные какие-то истории, образы. Мы сходили, посмотрели дом Далиде, как всегда, традиционно посетили площадь Далиде, где ее памятник, бюст, где все натирают ее красивую грудь на счастье. И побывали на ее могиле, кстати говоря, и вообще вот эти дни, несколько дней в Париже. Ты просто погрузилась полностью до ее жизни. Погрузились, да, мы очень много снимали целыми днями. И вот видеоряд у нас уже частично готов. Готовые программы, и теперь вот начнем репетировать, когда определимся с датой и местом. Потому что все это достаточно сложно. Объединить и оркестр, и место, и понять, как что будет, но главное, что уже начались какие-то шаги. И концерты в каких жанрах еще Лена готовит на этот год, мы узнаем чуть позже. Ну а пока музыка. А что мы, кстати, поем? Я не помню. А, да. Поем и песню, которую, ура, я скоро исполню на большом-большом выпускном в Кремле. Она называется «До рассвета». И мне кажется, что это настоящая песня для выпускников. Вот прошел последний звонок, потом будет выпускной, когда все будут встречать рассвет. Сейчас «Баста» нас прибавит чуть-чуть громкость. Давай. Сейчас «Баста» громкость со стороны ФМ прибавит. А, да, да, да. Выпуску «Медлячок». У него же есть, понимаешь, что тут как бы еще одна. Ну, не, «Медлячок» — это «Медлячок», а тут и песня быстрая. Вот, все успокоили. Выпуском греев не будем. Внимание, можно уже движение придумывать, продумывать, как вы будете двигаться. Будь спокоен, «Баста». Чувства глубокие, немного жестокие, в глазах огоньки. Рваными струнами мы даже не думали об этой любви. Я не отвернусь, но всегда вернусь за тобой, за тобой, за-за-за-то-тобой. Перейдя на «ты», обещай любить. Лишь меня, лишь меня, лишь меня, лишь меня. Давай до рассвета, сыграем в любовь, пока темно. Давай до рассвета, сыграем в любовь, не мое кино. Сыграем в любовь, пока темно. Сыграем в любовь, не мое кино. Наша система разрушена стены, но не сказано все. Давай мы оставим во вчера все проблемы и снова спасем. Я не отвернусь, но всегда вернусь за тобой, за тобой, за-за-то-то-тобой. Перейдя на «ты», обещай любить. Лишь меня, лишь меня, лишь меня, лишь меня, лишь меня. Давай до рассвета, сыграем в любовь, пока темно. Давай до рассвета, сыграем в любовь, не мое кино. Давай до рассвета, сыграем в любовь, пока темно. Давай до рассвета, сыграем в любовь, не мое кино. Давай до рассвета, сыграем любовь, пока темно. Давай до рассвета, давай до рассвета. Сыграем любовь, не мое кино. Давай до рассвета, сыграем любовь, пока темно. Давай до рассвета, сыграем любовь, не мое кино. Давай до рассвета. Студия 89,9. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Друзья, замечательно, Елена Максимова сегодня в гостях у телерадиоканала Страна FM. Мы послушали песню, которая будет мега хитом выпускных 2018 года. У меня, кстати, брат выпускается в этом году из школы. Я думаю, что он сейчас, наверное, часто смотрит и говорит, что я увижу, Елена живем, все. По-моему, клип крутится. Клип, конечно, в нашем эфире, конечно, конечно, конечно. Он такой прям про выпускной, но не про то, что должно на нем произойти. Я думаю, ты знаешь, только вот это хорошо, что ты заметила. Нет, 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 не повторяйте, не повторяйте, дорогие выпускники этого дома. Это вообще универсальный клип и универсальная песня, которую могут и выпускники для себя сделать гимном. То есть на дискотеке ее можно прекрасно слушать. И медики, неважно, люди любых профессий и всех возрастов. Люди, которые любят просто ночь. Темнота друг молодежи. И ведущие, и ведущие страны FM тоже. Обязательно, да. Я сейчас произнесла слово гимн, а у Лины какая-то особенная история с гимнами. Да, Леночка, неоднократно же тебе приходилось исполнять, причем разные гимны. И исполнять, и писать, как ни странно. Наш замечательный гимн я исполняла в разных городах и странах. Так уж вышло. Я была приглашена нашей боксерской ассоциацией поддерживать наших замечательных боксеров. И я ездила с ними даже за океан в Венесуэлу. Там был большой матч, и, в общем, это было круто, когда ты стоишь на стадионе и исполняешь гимн нашей страны. Потрясающе, да. А еще круче было, когда ты поешь его акапелла в Германии. И вот тут-то, когда гробовая тишина... Слезы. Ну, у нас-то слезы, у них свет. Видишь, как немецкие губы начинают пытаться как-то слова повторить, глядя на тебя. Вот это тоже, кстати говоря, одно из таких волнительных, наверное, моментов. Это когда ты исполняешь гимн. И в Москве это было, и... Господи, даже уже сейчас я не припомню. А вот по поводу написания гимна... По поводу написания гимна... А, кстати, еще исполняла даже с президентом наш гимн. Нас поставили в линейку с артистами. Ты слышала президента в линейке? Да, он пел. Он пел. Хотя он стоял достаточно далеко, но слышно было, что поет. Прям знал слова, не подсматривал никуда? Ну, конечно. Не, ну, знает, конечно. И поет, мне кажется, даже очень неплохо. И на пианино. Это мы знаем, мы знаем. Да, конечно. По поводу написания. По поводу написания. Я написала гимн для нашего московского Москвариума. Это океанариум наш знаменитый на ВДНХ. И после каждого вводного шоу звучит в моем исполнении гимн Москвариума. Ты написала и музыку, и слова. Да. А кусочек-то можешь какой-то, ты не помнишь? Ой, я даже не помню, честно. Это было давно, и я не помню. Придется только отправляться туда, друзья, и послушать. Да, вот, кстати, ребят, идите в Москвариум, там послушайте. Я помню одно, когда я спросила, что должно быть в этом гимне. Киты, дельфины, косатки. И вот я думаю, господи, как же про косаток-то? Что же про них можно написать? Ребятки-косатки. Послушайте, да. Ты заинтриговала, невероятно. Кстати, этот гимн тоже исполняла перед президентом, потому что Владимир Владимирович приходил как раз на одно из первых шоу. И это тоже был вообще для меня такой момент очень приятный и большая честь. Ну вот, в общем-то, мы и узнали, что любимая артистка Владимира Владимировича, Елена Максимова. Леночка, ну ты... Господи, бог, конечно. Но эта артистка очень любит, очень любит петь песни. Любые, абсолютно. То есть могут к тебе обращаться сейчас абсолютно все. И мэры городов, и, может быть, там вот директор аптекарского огорода сегодня был, да, ботанического сада МГУ. Руководитель больших промышленных холдингов, Саша. Да. И ты готова написать произведение, гимн? Да. У нас, кстати, гимна тоже нет. Гимн могу, правда. Я только подумала. И не один, потому что вот для фестиваля пять звезд я написала гимн. Потом еще для чего-то тоже просили написать гимн, не помню уже. И, в принципе, как выясняется, есть какая-то у меня к этому предрасположенность. Я не знаю почему. Мне почему-то кажется, что я чувствую, какой я должен быть. Масштаб какой-то. Поэтому давайте... Ну у вас, наверное, есть точно в стране ФМСа гимн. Нет, Леночка, нет. Мы думаешь, к чему ведем? Все, я понимаю. Вопросов нет. Лена. Друзья, возможно... От вас только нужно следующее. Дать мне четкий срок и звонить мне и писать письма. Ну как? Ну что? Желательно на срок дать дня два. Вот тогда... Целость два дня. Да. Ну, косатки дельфина нет. Я думаю, Рома, Саша... Они уже заняты, косатки дельфина. Леночка, мы очень хотим попросить тебя исполнить что-то, потому что, конечно, главная, основная часть нашей программы – это исполнение. Живем. Что будет сейчас? Мне кажется, сейчас будет «Песня простилась», если я не ошибаюсь. И эту песню мы тоже написали со авторством Леона Винолович и «Музыка моя». Вот так. Отлично. Небом по волосам, с ветром на голоса плакать нет. Мы словно полюса, только в твоих глазах правды нет. Было, но не сбылось, и бриллианты слез Падают, предают то, что хранило всерьез. Простилась, но не простила, забылось, но не забыла. Так было. Так было. Так было. Так было. Мы ближе, чем просто люди. Пойми же, любовь не судят. Так будет. Так будет. Так будет. Гордость сожму в кулак, если ты хочешь, так Бог с тобой. Самый желанный враг поднят мой белый флаг за любовь. Было, но не сбылось, и бриллианты слез Падают, предают то, что ценило всерьез. Простилась, но не простила, забылось, но не забыла. Так было. Так было. Так было. Так было. Мы ближе, чем просто люди. Пойми же, любовь не судят. Так будет. Так будет. Простилась, но не простила, забылась. Простилась, но не забылась. Простилась, но не забыла. Так было. Так было. Так было. Так было. Мы ближе, чем просто люди. Пойми же, любовь не судят. Так будет. Так будет. Так будет Потрясающе! Елена Максимова, это было великолепно! Это не может не тронуть ее, невероятно. Лен, мы знаем, по крайней мере так написано, что голос у тебя на четыре октавы, но не каждая песня предполагает использование всех этих больших регистров. Есть ли какая-то песня или, может быть, какая-то распевка, которую ты используешь, чтобы... Поддерживать и низы, и верха, ты хочешь сказать! Да, как-то бодриться за максимально короткий период перед концертами. Вот здесь нельзя не вспомнить про образ замечательной любови нашей Казарновской, которая как раз, наверное, обладает и не только четырьмя, но и большим количеством октав, и, наверное, вот где-нибудь перед концертом или перед вообще чем угодно, где нужно что-то спеть, заходишь куда-нибудь в коридор или вот в какое-то такое место, ну не знаю, не в эфирное место. Помещение с эхом. Да, помещение с эхом. А где у вас здесь помещение с эхом? Хочется спросить, где бы то ни было. А вот как раз заходишь в это помещение с эхом и тут начинаешь распеваться примерно так... Типа что-то такое. Не знаю, вот какой-то такой звук издаешь, смотришь, слушаешь, кайфуешь от того, как эхо разносится по всем этим четырем стенам, помещениям с эхом. А там уже начался эфир, а там уже все бегают, ищут гостю, артистку. А она там кайфует от себя в помещении с эхом. То есть какую-нибудь любую там распевочку. Иногда от каких-то классических рулат у меня просветляется мозг, и у меня хорошее становится настроение. И чьякры открываются. Вот, именно. И мне кажется, что что бы мы ни пели, вот иногда работая на каком-то вот этом головном резонаторе... Это музыкальные мантры такие, понимаешь? Это для здоровья, это для здоровья, точно. И думаешь, ой, как хочется в этом жанре быть. Но мне кажется, секрет даже не в этом, не потому что в этом жанре хочется существовать, а хочется вот этот вот приток кислорода в голову ощущать, как вот такую эйфорию. Поэтому всем, если кому не хватает кислорода, нужно вдохнуть и выдохнуть вот таким вот образом. Гимнастика Стрельниковой также получит. Да, Ленечка, есть ли такое музыкальное произведение, не знаю, из любого абсолютно жанра вида, которое тебе кажется сложным, что ты можешь, ну, или надо позаниматься долго, чтобы исполнить? Существует в природе вообще такое произведение? Как ни странно, тяжелее всего мне петь песни, которые действительно мои, которые за мной закреплены, скажем так. Если они не мной написаны, то, по крайней мере, для меня написаны. И мне почему-то их тяжелее всего петь, потому что здесь ты должен создать и вокальный образ, и человеческий, и всяческий. А когда ты поешь чужую песню, ты не запариваешься уже над звукоизвлечением или созданием образа. Все это уже сделано для тебя, тебе нужно только повторить. Поэтому, в принципе, если что повторить, то для меня это проще. А если что-то создать самой, то это сложнее. Это лучше гимн. Это вы уже поняли. Да, наверное. Что ты еще будешь создавать? Какие еще концертные программы в 2018 году? Ну, посвящение Далиде мы уже поняли. Вот программа посвящения, да, действительно, это одно из моих излюбленных занятий. Был у нас трибют посвящения Майклу Джексону. Пару лет назад мы это сделали. Туда пришли поклонники Майкла, и очень было приятно объединиться с ними в едином таком порыве любви к этому исполнителю. И очень хочется, наверное, повторить еще такой трибют, но объединить его скорее, наверное, с трибютом Фредди Меркури. Потому что эта музыка тоже часть меня, потому что ее я исполняла в большом количестве в мюзикле «We Will Rock You». И очень люблю своих коллег из этого мюзикла, и очень хочется их тоже привлечь к этому занятию. Поэтому очень хочется такой программы, наверное, два этих великих короля поп и рок-музыки. Поставить их так в один ряд и посвятить им много музыки, танцев, любви, шоу, в общем, в одной какой-то программе. Дедочка, ты же так себя и не найдешь никогда, ты будешь посвящать себя программой великим, великим, великим. Нет, ну если уже программы разные, то это, естественно, наверное, уже про кого-то. Касаемо себя, это же нужно написать рок-альбом, создать рок-образ, который никто еще до этого не делал. То есть это вот нужно пожить в этом. То же самое касается поп, лирики, чего угодно. То есть тут надо как-то прям подольше и по отдельности. А тут проще. Тут создать несколько программ сразу, опять же, не составляет труда, потому что материал же есть. Хорошо. Давай мы сейчас к твоему материалу. С удовольствием. А по-моему, сейчас не мой будет. А, нет, вот. Сейчас будет песня, которой я очень горжусь, которую для меня написал Леонид Агутин, мой наставник по проекту «Колос». Помимо того, что он любимый всеми артист, композитор, поэт, человек, он еще и мой наставник. И написал для меня очень красивую песню «Тебя не отпущу». Я ее всегда с огромным удовольствием исполняю. Очень ее люблю. Спасибо. Спасибо. Как же легко звезды с утра в небе большом стерлись по тьмах. Счастье мое только вчера грелось в твоих руках. Куда теперь слепую налегке Опять по небу синему бежать. Нелепо, как девчонка на песке Мокрым воробьем дрожать. О море так прекрасно, словно жизнь, И к вечеру так ласково шумит. Как будто шепчет «Милая, держись, Время больше не спешит». Этим слезам кто-то во мне Вместо меня О море так прекрасно, словно жизнь, И к вечеру так ласково шумит. Куда теперь слепую налегке Опять по небу синему бежать. Нелепо, как девчонка на песке Мокрым воробьем дрожать. О море так прекрасно, словно жизнь, И к вечеру так ласково шумит. Как будто шепчет «Милая, держись, Время больше не спешит». Куда теперь слепую налегке Опять по небу синему бежать. Нелепо, как девчонка на песке Мокрым воробьем дрожать. Не знаю, что мне делать и зачем Безадресно, бессмысленно ропщу. Безадресно, как девчонка на песке Мокрым воробьем дрожать. И не знаю, что мне делать и что мне делать. Безадресно, как девчонки Мокрым воробьем дрожать. Тебя не отпущу Тебя не отпущу Браво, Близ, Елена Максимова Друзья, если вы вдруг по уважительной причине нас не смотрите, а слушаете Ну, например, едете в машине и вдруг подумали, что Леонид Агутин тоже здесь Ну, потому что голос был его явный Нет, это просто Леонид записал бэк-вокал Я думал, он просто у нас звукорежиссера там сидит Он записал прекрасный вокалист Вместо любого инструментального соло всегда может быть голос И если этот голос настолько прекрасен, узнаваемый И одно, даже когда ты послушаешь этот вокалист Ты возвращаешься в ритмическое движение автора А у него всегда ритм Он очень важную роль играет И поэтому, когда с ним записывали эту песню Я иногда о ритме думала, наверное, больше, чем о тексте Потому что это было достаточно сложно Он, когда пишет, он в любом случае находится в своем ритмическом таком рисунке Все же понимают, что масса таких даже не совсем российских, не совсем русских исконно ритмов Мы их называем Агутинские Агутинщики И она везде Лена, дорогая, ты не так давно вернулась из Дании Ты все успеваешь замуж выходить Крымские мосты открываются Русалку навещать Русалочку Русалочку Это был финал чемпионата мира по хоккею О боже Я сорвала голос, честно скажу Я даже сейчас с трудом пою Потому что я верещала Но когда наша сборная играла, почему тебя не было там? Понимаешь, почему все так произошло? Нет, мы просто рассчитывали увидеть финальную нашу сборную Ах, вот в чем дело И поэтому мы, собственно, на финал билеты и приобрели Вот боксеры-то уже знают, что ты приносишь удачу Не зря они тебя возят по всему земному шару Для того, чтобы ты их поддерживала и победу приносила У нас было так, что наш боксер утопил в нокауте на первой минуте своего соперника Американца, кстати говоря И гимн был о трех куплетах и звучал он гораздо дольше, чем был бой Чем бой Да, и вот прям гордо было Аж прям мурашки побежали посела А когда мы пришли на стадион, я спросила первым делом А гимн будет? Чей? Ну как, ну чей? Гимн команд, я не знаю, где, что Наверное, может быть, на награждение Это было, но на само награждение мы не успели Потому что мы бежали У нас был рейс А так как был большой овертайм и потом булиты И мы не успели досмотреть И смотрели в интернете И за нами бежала толпа наших же соотечественников Которые не смогли найти онлайн-трансляцию Я вот держала свой маленький телефончик С маленьким еще, который не переворачивалось изображение на телефоне И они бежали за мной, и мы все шли и смотрели Потому что датские товарищи просто выключили телевизор в баре, в аэропорту И потому что они закончили работу И мы, ну как, как, ну матч заканчивается Ничего не знаем Все, ничего нет Мы начали все это ловить в интернете И потом бежали все вместе и болели Леночка, ну впереди чемпионат мира по футболу И нашей сборной тоже все равно нужна помощь Какая она не была талантливая Ты скажи, пожалуйста Ты будешь их сопровождать? Сопровождать вряд ли, но я надеюсь, что я буду их сопровождать Сидя на трибуне и болея истово за наших ребят Пожалуйста, постарайся не пропускать ни один матч Пусть все будет хорошо А мы не пропускаем песни, которые у нас в эфире сейчас идут С удовольствием спою еще И, наверное, сейчас это будет как раз-таки та самая Малады Созданная любящими руками и талантом моего наставника Леонида Агутина Вот тогда была создана, не побоюсь этого слова, артистка Елена Максимова Ровно в ту самую минуту, когда он придумал, как сделать эту Малады Поэтому ему огромная благодарность моя уже в течение пяти лет Я, можно сказать, как мантру, повторяю спасибо, спасибо, начальник Спасибо, 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 спасибо Да-да-да-да, их вам повторяют ведущие Я стою одна Здесь полно людей Не могу понять Как жить Некого жалеть Некому бежать И осенний бриз Насквозь Пронзил Париж Может, это сон Но ведь я не сплю Не могу дышать Люблю Кто бы этот день Просто прекратил Еще тот голос Как назло звучит Я не могу дышать Я не могу дышать Я не могу дышать Я не могу дышать Что ты не можешь дышать Я не могу дышать Это так смешно Здесь среди людей Оставаться мне Твоей Это глупо так Но Париж ослеп Он не видит слез Он пьян И снова прав Я стою одна В шумной пустоте, а вокруг скупой туман. Ну зачем ты мне, но куда ты, где? И опять тот голос, будто для меня одной. Я не больно, полностью больно, как когда моя мать вышла из ночи и она оставила меня с собой. Моя безусловие, я не больно, полностью больно. Ты меня привела от всех моих слов, ты меня привела от всех моих слов, потому что я знаю, что ты в талантливый. Я стою одна, как раздетая Все чего-то жду, и жду, и берет в тиски И сжимает грудь этот голос Что как на беду звучит, не надо Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Часуй молоде Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым Друзья, мы стали чуточку другими Елена Максимова в гостях у телерадиоканала Вот даже ради этого момента стоило родиться, появиться на планете Земля, чтобы услышать вот так сейчас на расстоянии метра Елену Максимову с этой потрясающей песней Я понимаю президента, почему всегда он там в основном, где ты выступаешь Друзья мои, что мне с вами делать, вот так вот и начнешь убеждаться в том, что какой рок, какие поп-произведения, надо петь баллады душераздирающие Стоять, страдать и громко петь Это будет вечно, это будет всегда Леночка Это неродийно, ребята Это неродийно Расскажи, пожалуйста, где в ближайшее время ты будешь стоять и петь, страдать, веселиться, где ты будешь петь Потому что спрашивают нас, вот Машуня Павлова написала вконтакте страны FM Большой привет из города на Неве Именно там, я знаю, будет выступление триумфальное, Лена, расскажи, пожалуйста Расскажи Во сколько подходить, куда, где встреча 12 июня, День России, Дворцовая площадь, наш оркестр-хор Александрова, наш прославленный Сотрудничеством, с которым я, конечно, очень горжусь И мы будем вместе там выступать, поздравлять россиян И одна из песен будет «Севастопольский вальс» в моем родном городе А вторую мы сейчас выбираем И как раз вот после вашего эфира, нашего, мы будем созваниваться с Геннадием Сочинюком Дирижером, руководителем оркестра Александрова, ансамбля Александрова И будем выбирать вторую песню Вот, это будет очень ответственно, красиво Я думаю, что это будет гимн Почему-то мне так кажется Ну, не гимн, нет, гимн там, я уверена, будет кому исполнить И, кстати говоря, скорее всего, сам город Александрова и исполнит Мы придумаем что-нибудь массовое И драйвовое, как сказал Геннадий, потому что все-таки это выступление на открытой площадке Люди празднуют И они хотят веселиться, кайфовать Насколько драйвовое или лирическое у нас сейчас будет песня? Ну, надо сказать, что это будет финальная песня И, Леночка, дорогая, да, мы, конечно, мы очень не хотим тебя выпускать Ты видишь, даже Рома говорит, как? У меня еще пять вопросов И мне тоже очень хочется поговорить сейчас с Леной Лена, Лена, спасибо тебе огромное за твой талант За твою красоту За твое очень доброе, искреннее сердце Все видно и в глазах Счастья тебе, твоей семье замечательной Спасибо за то, что ты большой музыкант И радуй, радуй И, на самом деле, нам абсолютно все равно, в каком жанре ты в конечном итоге окажешься В каком, например, ты будешь работать Просто главное, пожалуйста, будь на сцене всегда Спасибо, мои дорогие Очень приятно было с вами сегодня Вы великолепные, искренние, умные и талантливые люди И с вами всегда приятно общаться Поэтому я предлагаю вам собираться здесь почаще Можно даже без эфира петь, обсуждать, делиться впечатлениями Как любая финальная песня Это типа «Мы желаем счастья вам», как очень любят на всех мероприятиях Исполнять эту песню, ура У меня тоже есть такая песня Она всегда радует, наверное, и детей, и взрослых Потому что она о счастье, которое внутри В общем-то, сами понимаете, счастье внутри Это и молодым мамочкам, и влюбленным И, наверное, тем людям, которые уже прошли долгий путь И счастливы просто от того, что солнце светит И они ничего не ищут больше Они понимают, что счастье внутри нас Поэтому я желаю вам огромного счастья Какие хорошие, важные слова И всей всей стране И стране ФМ Спасибо за приглашение Спасибо Всем-всем-всем вам, друзья, тоже счастье Успею я, или я надеть наушники, не знаю Да, успею А тут, пожалуй, начинаются танцы И дети всех страны И тут можно хлопать на первую долю как раз Кто-то желает богатства Кто-то желает любви Кто-то бежит за счастьем, оно внутри Кто-то желает влюбиться Кто-то ждет сотни слуг Кто-то славы добиться у всех вокруг Счастье внутри его искать не надо Моя любовь, я буду всегда рядом Я за тобой побегу на край света Сквозь все запреты Счастье внутри его искать не надо Моя любовь, я буду всегда рядом Я за тобой побегу на край света Сквозь все запреты Счастье внутри Счастье внутри Счастье внутри Счастье внутри Счастье внутри Жизнь без тебя не представлю Даже секунды одной Время над нами Время над нами невластно Если в сердце любовь Счастье не купишь за деньги Приходит само по себе Ты позови его в сердце Придет и к тебе Моя любовь, я буду всегда рядом Я за тобой побегу на край света Сквозь все запреты Счастье внутри Счастье внутри Его искать не надо Моя любовь, я буду всегда рядом Я за тобой побегу на край света Сквозь все запреты Счастье внутри Очень хочется, пользуясь случаем Передать привет любимому мужу И сказать, что счастье Оно бесконечно, безграничное И оно наше Счастье внутри Его искать не надо Моя любовь, я буду всегда рядом Я за тобой побегу на край света Сквозь все запреты Счастье внутри Счастье внутри Счастье внутри Счастье внутри Настоящее счастье подарил Большое друзья Елена Максимова Программа концертный зал Телерадиоканала страны FM Лена Это было восхитительно Мы тебя очень любим До новых встреч Спасибо Спасибо